8 марта в Центре культуры и молодежной политики Десногорска при освященной милете открыл молодежный фестиваль. Мероприятие прошло в рамках празднования 800-летия со дня рождения военачальника, дипломата, благоверного князя Александра Невского. Жизнь во Христе – это не только к чему? Не только в храме лоб бить от пол. Хотя, конечно, молитва и храм – это центр нашей жизни. Но это и вместе проводить время. Проводить время вместе с тем, чтобы даже можно вот так вот смотря спектакль, кино. В фестивале приняли участие представители Рославской епархии, в том числе настоятель собора Десногорска протеерей Виталий Сладков. Частью программы стало выступление молодежного объединения «Покров» из города Москвы. Коллектив показал зрителям спектакль под названием «Сокровище любви и доброты». Великую радость для всех людей! Сегодня родился в городе царя Давида Спаситель, который есть Христос Господь. Христос Господь! Наверное, вам надо искать его по домам в Вифлееме. Десногорск стал одним из городов на пути проведения фестиваля. Его участники идут по стопам Александра Невского. Побывали в Переславле-Залесском, там, где князь был крещен. Нынешняя остановка – в Смоленске и его окрестностях. В Смоленск он приезжал, будучи юношей, чтобы помочь Смоленску избавиться от литовцев, от захватчиков, которые захватили город. И вы знаете, какая удивительная история произошла? После того, как он освободил Смоленск, дальше он поехал освобождать Полоцк. Это же рядом! И там он встретил свою невесту. Проделав такой путь, участники надеются ближе узнать личность Александра Невского, что роднит князя с Россией и почему больше половины россиян считают его достойным званием национального героя. Продолжение следует...